Лёд, 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 сверкает серебристо, лёд, 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 не знает компромиссов. Только лёд может знать ответ, можешь ли ты хоть что-нибудь или нет. Здравствуйте, дорогие друзья, и сегодня слово. Мы в нашей студии, я психолог Эльвира Емельенчикова, системный семейный терапевт, гипнолог. И у нас в гостях Мария Александровна Кирдеева, спортивный психолог, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, которая имеет два высших образования, она училась в Санкт-Петербурге и в Швеции. И сегодня мы будем разбирать запрос, который поступил у тренера Краснодарского края по шортреку Хакимьянова Елены Даниловны, и от её юных спортсменов, которые занимаются этим видом спорта уже два с половиной года. Анастасия и Данил, и у них третий взрослый разряд по шортреку. Давайте посмотрим видеозапросы, и Мария нам даст свои комментарии. Эльвира Юрьевна и Мария Александровна, здравствуйте. Меня зовут Данил, я занимаюсь шортреком. Расскажите, пожалуйста, как ты снялась страх во время забега? Ты очень контактный вид спорта, много толчков, много падений. Как себе справиться? Здравствуйте, Марина Юрьевна и Ирина Александровна. Меня зовут Дрюхмана на сети, и я хотела спросить у вас, как снять страх во время забега? Много толчков, много падений. Как с этим побороться? Добрый день, Эльвира Юрьевна и Мария Александровна. Меня зовут Елена, я тренер по шортреку. И хотела бы задать следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как моему подопечному справиться со своими страхами после следующей ситуации? На тренировке мальчик 11 лет упал на коньках на льду, что это часто бывает. Ну и упал рядом бегущий спортсмен тоже. И по неприятной случайности, конек одного спортсмена травмировал ногу другого спортсмена достаточно серьезно, глубоко. Это был разрез, то есть это был шок, в принципе, и для детей всех, и для тренера. Это было, конечно, очень такой неприятной ситуацией случившейся. После этого мальчика госпитализировали, он был прооперирован. И сейчас он так как любит очень этот вид спорта, нашу команду, всех ребят и тянется. Сейчас у нас такой момент наступил, что мы как-то хотим его вернуть. И он сам хочет, но присутствует страх после всей неприятной вот этой вот ситуации. И что делать, как поступить тренеру, родителям, самому спортсмену, чтобы опять влиться в команду, опять продолжать заниматься любимым спортом. Стоит у него перед глазами, видимо, эта ситуация. Вот как нам поступить, чтобы убрать это напряжение, убрать этот страх, чтобы спортсмен вновь смог тренироваться и достигать высоких результатов, потому что спортсмен очень поддающий надежды и талантливый мальчик. Помогите, пожалуйста. В общем, запрос такого вопрос характера. Как справиться со страхами, со своими негативными ощущениями? Как найти, какими способами найти силы, возможности, чтобы вернуться в спорт? И травма осталась в прошлом. Итак, мы посмотрели видео от тренера по сборной. И что можете сказать, что можете порекомендовать? Там было два вопроса. Один немножко такой более обобщенный про страх. Но если я правильно сочетала, тут страх именно падения и, скорее всего, травмирования. А второй вопрос уже от спортсмена, который уже, собственно говоря, упал и был травмирован, у которого был уже такой опыт. Вообще травма — это очень негативный опыт. И если физическая травма, она спустя время может зажить и как-то реабилитироваться, то психологическая травма от этого негативного опыта, она может кровоточить ещё прямо очень долго и мешать жить. Вот этот страх, вот эти травмы, боли и так далее. Иногда психологическая травма бывает воспринимается ещё более тяжёлой, болезненной, нежели физическая. Всё верно. Это очень частая ситуация. Но ирония заключается в том, что чем сильнее мы боимся этой травмы, тем возрастает риск от того, что мы действительно заново травмируемся. Как это работает? Когда человек воспринимает какую-то ситуацию как угрожающую, он стрессует. И это в нас выработала эволюция. То есть мы видим какую-то угрозу. Раньше это было что там, хищник или ещё что-то. Что нам нужно сделать? Нам нужно срочно спасаться. Всё правильно, да. Что для этого нужно делать организму? У него сужается моментально внимание, фокус внимания. То есть мы уже не думаем ни о чём другом, кроме как вот об этом. И наше тело, включается симпатическая нервная система, кровь везде приливает, мышцы напрягаются. Это должно нам помочь спастись от угрозы. Но дело в том, что в нашем современном мире уже нет таких физических угроз. Угрозы нет, а ощущения есть. А ощущение такое же, физиологическая реакция такая же. И что получается? Что человек, который боится травмироваться, у него зажатые мышцы. И у него фокус его внимания вообще, в принципе, и способность анализировать ситуацию более глобально обобщённая, она очень узкая. И в такой ситуации больше шансов, что человек попадёт в саму ситуацию травмы и получит эту травму, потому что мышцы жёсткие, негибкие, они ригидные. Как будто бы уже настроился, готов к этой... Да, если бы он был расслабленный, то, может быть, так нельзя. Да, и было много научных исследований, которые определили вот эту корреляцию, что чем больше человек напряжён, тем больше шансов у него травмироваться. Мы сейчас именно про мир спорта говорим. У нас есть вопросы от детей спортсменов. Вы задавали вопросы нам о пересаде Данил и Бриквана Анастасии. Что можно порекомендовать? Потому что есть страх падения, есть вот это ощущение. Что можно порекомендовать им? И, возможно, даже их семьям. Да, вы правильно заметили, что так как мы работаем с детьми, обязательно мы должны работать с их окружением. И с тренером, и с родителями, и с другими близкими социально значимыми людьми. Что вопрос от детей? Вот они боятся упасть, скорее всего, тоже как-то травмироваться. Может быть, они видели, как это происходило с другими, а не с ними, но они уже этого боятся. И с юным спортсменом, который уже перенёс, рекомендации, в принципе, похожие. Начинаем мы, конечно, с того, что мы вообще проговариваем с ребёнком то, что он боится. Ни в коем случае надо ему говорить, да что ты там, да не обращай внимания. Это только ещё больше повышает тревожность, потому что у ребёнка есть вот эта эмоция, этот страх. А мы как будто бы её так, ну, не признаём и не обесцениваем. Я пришёл внимание. Да. Так не бывает. Да. Проговорите обязательно. Это значит, что его нужно успокаивать. Нужно просто, чтобы он выговорил вот эти эмоции, свои страхи, тревожность, выговорился. Он, может быть, сам для себя после того, как выговорится, уже подуспокоится, что его высушили, что поняли, что его беспокоится, что с ним рядом. Второй момент, безусловно, вытекающий из этого, это социальная поддержка. Особенно если ребёнок уже до этого был травмирован. Не давить на него, не говорить, что давай быстрее, там, всё, это всё прошло, закончилось, до чего ты боишься. В его темпе спокойно, если видите, что у ребёночка пошёл какой-то блок, что не давите его, не пытайтесь ему помочь переступить, как бы стань смелым. Ну, с одной стороны, с нашей стороны, это правильно, нужно быть смелым героем, но есть большой риск, что ему станет ещё страшнее, может быть, он ещё упадёт, ему станет ещё страшнее, и это дальше будет просто такой глубочий, который нам не распутать. То есть сопротивление будет усиливаться, если мы будем давить на ребёнка и ждать от него каких-то результатов. То есть тут задача родителей успокоиться, объяснить, что мы тебя любим, мы тебя поддерживаем. В своём темпе ты идёшь к намеченным целям, к этим вершинам. Всё верно. Если он готов заново выйти на лёд, если пока ему только нужно просто покататься, но он ещё не готов к соревнованиям, где есть другие соперники, хорошо, он рано или поздно, он до этого дозреет сам. Тут ему нужно просто оказать очень большую социальную поддержку. Это тоже касается тренера. Тренер иногда даже бывает ближе, чем родители. Бывает так, что, я знаю, случаи рассказывали, ребята, когда приходили из армии, первым делом бежали к своему тренеру, настолько его любили, уважали, он был уже, как говорится, функциональным отцом. Особенно если отношения с родителями не выстраивались. Бывали же и такие случаи. Да, это частая история. Мария, я ещё слышала о такой момент, что очень многое зависит от тренера. И бывает, тренер как-то делит детей на более перспективных и менее перспективных. Есть некие середнячки, на которых вообще не доходит внимания, други не доходят. То есть он либо занимается теми детьми, кто хорошие результаты даёт, либо теми детьми, которых нужно подтянуть. А что делать вот этим детям, которые находятся в середине пути, или им кажется, что на них вообще не обращают внимание тренер? Можно ли такой вопрос рассмотреть? Эльвира, это действительно очень актуальный вопрос, который часто задают. Такая проблема, наверное, интернациональная. Происходит она во всех странах. Я бы эту тематику выделила в отдельный разговор, если у нас будет такая возможность, с удовольствием поговорю об этом. Конечно, мы вас приводим. Да, спасибо. Сейчас я бы хотела закончить с ребятами и страхом травмы. Вот кроме социальной поддержки, которую мы упомянули, обязательно нужно у ребёнка, который есть такой страх, особенно который был уже травмирован, укреплять его самоидентичность спортсмена. Что это значит? То есть что бы ему не захотелось вообще, в принципе, потом бросить из-за этого страха. Потому что в этом спорте есть опасность. Зачем я это делаю? Ну, логично, в принципе, да, не заниматься этим. Но если у ребёночка есть желание и нужно помочь, тогда мы укрепляем в нём его самоидентичность спортсмена. Как мы можем ему в таком экспресс-методе помочь? Задавайте ему вопросы, например. Шортер-кист. Вот он какой? Какие у него есть качества? И физические, и технические, и психологические. Какие уже есть в тебе? А какие бы ты хотел развить? А какой у тебя образ жизни? Похож ли он на образ жизни того самого спортсмена? То есть правильно я понимаю, мы исследуем какой-то некий образ, да? То есть мы его дорисовали, тот идеальный образ хорошего спортсмена, к которому он может стремиться исследовать. Да, всё верно. Самое главное, чтобы ребёнок начал себя чувствовать тем, что он спортсмен. Вот он шортер-кист. И тут мы делаем фокус с ним обязательно на его процессе именно тренировочном. Ставим задачи, фокус на задачах. А зачем я делаю это? А зачем, для чего вот эта тренировка или вот это упражнение? Процесс становления отслеживаем. Да, обязательно ему объясняем, к чему это приводит. То есть в неком смысле даже такую образовательную роль оказываем, даже если ребёнок, может быть, не очень большой, но мы оказываем, что вот эти упражнения, это важно, поработать эти мышцы, потому что потом ты сможешь быть более стабильным или более быстрым и так далее. А сегодня мы работаем вот над такой-то техникой, потому что и он понимает вообще смысл того, чем он делает, к чему он идёт, и он видит ещё, к тому же, что у него начинает с какого-то времени получаться, начинает получать это удовольствие, и самое главное, у него растёт уверенность в себе. И вот этот страх некой угрозы, что я могу упасть, он будет уменьшаться, потому что у него уже должны быть сформированы ответы на, скажем так, проблемы, которые будут возникать. То есть вот я упал или когда я падаю, как там нужно сгруппироваться или себя вести и так далее. Что делать, если это уже произошло, как более-менее комфортно выйти из этой ситуации? Да. Не повреждённым. Аварийный план у ребёнка должен быть уже в голове, всё верно. Вы знаете, Эльвира, вот у меня был опыт работы с хоккеистами, с юными хоккеистами 19-20 лет в Швеции. Это тоже очень травматичный вид спорта, и для меня это был тоже частый запрос, страх, травмы, что тебе коньком проедутся или там ноги, руки ломали и так далее. Как я помогала ребятам? В основном, конечно, главное, особенно для мальчиков, это научить их техникам вот этого стресс-менеджмента. То есть непосредственно перед соревнованием, когда начинается вот это волнение, страх, а как же я сейчас выйду, сейчас упадём, потому что вот этот ажиотаж, вот это всё-всё-всё. Что происходит, опять мы уходим в стресс-менеджмент. Неважно, какая у человека проблема, главное научиться собой управлять. Потому что когда мы чего-то боимся, мы пытаемся контролировать, ну, скажем так, внешний мир. То есть, а я туда не пойду, потому что там опасно, а я буду подальше ехать от своего соперника, не дай бог. Но дело в том, что внешний мир объективно нам не подвластен. И как будут происходить события, мы никогда не можем предугадать, даже если мы пытаемся подстраховаться. Настоящая победа над страхом — это установление контроля над самим собой. И вот этому я и учусь. Здесь очень много техник про стресс-менеджмент, как мы уже до этого упомянули. Дыхательные техники. Дыхание квадратом. Очень люблю эту технику. Перефокусировать, уйти от страха. Дыхание на длинный выдох, просто чтобы успокоить свой мандраж. Обязательно техника прогрессивной мышечной релаксации. О ней вы можете почитать в интернете, как её делать, чтобы научиться чувствовать свои мышцы и сразу чётко понимать, что когда ты напряжён, и уметь их сознательно расслаблять, потому что когда мы очень сильно напряжены, то, что мы травмируемся или что-то пойдёт не так, шансов больше. После прогрессивной мышечной релаксации, опять же, повторюсь, регулярность, регулярность, регулярность. Как в спорте. Да, всё то же самое. Особенно с детьми, с подростками надо работать над негативным мышлением. То есть мы от него должны уходить и переходить на позитивный внутренний диалог. Конечно, мы сами себе часто что-то говорим, иногда слух, иногда про себя. И это тоже такой целый блок работы. Ну, нужно начинать смотреть на ситуацию, не то, что здесь какие-то риски, или меня оценивают, или на что не способен, а переворачивать своё мышление на то, что какие у меня есть ресурсы, что я могу, как я с этим справлюсь. А если даже не справлюсь, мир не сломается, я там сделала уроки и так далее. То есть есть тут прям целый блок. И, конечно, вот снова про технику межинации я бы упомянула. Она ведь бывает разная. Она может быть как на научении какому-то новому навыку. Она может быть мотивирующая, как мы представляем, что мы там как-то побеждаем. Вот то, что вы говорили про гипноз, вот эти эмоциональные состояния. Она может быть успокаивающая, когда мы представляем себя в каком-то спокойном месте и расслабляемся. Она может быть когнитивная, когда мы прорабатываем какие-то стратегии своего поведения в зависимости от ситуации. Тут главное конкретика. То есть вот боимся какой-то конкретной ситуации, например, падение или там столкновение. Мы заранее вот это визуализируем со всеми пятью органами чувства, какая происходит ситуация, мы ее представляем и как мы из нее выходим. Мы себе заранее аварийные планы придумываем. Да, здорово. Хорошая очень техника. Я тоже могу рассказать о тех техниках, с которыми я работаю. Вот правильно вы сказали, что нужно настроить ребенка, научить его трансформироваться в каком плане. Перестать думать в негативе, а включить там некий позитив. Ну, есть такая методика, как внутренний критик и внутренний адвокат. Вот я со своими пациентами, даже маленькими, приходят подростки, и мы с ними учимся, как это включать и выключать. То есть внутренний критик, он всегда бывает внешним критиком. Кто-то нас покритиковал, мы это запомнили, и не получается. Что-то мы ходим, наговариваем на себя, все, у меня не получится, первое место не займу, у меня нет такой подготовки. И что можно в таких случаях делать? Нужно поблагодарить этого внутреннего критика. Он вообще нужен. Он нас о чем-то предупреждает. Мы так и говорим, спасибо тебе. И, значит, туда я не пойду, или я там буду по-другому немножечко готовиться, один на другую обувь более удобную. Например, мы боимся куда-то выйти, какого-то выступления, упасть, опозориться опять же. Мы говорим спасибо этому страху, этому внутреннему критику, который сказал, вообще, туда не ходи, никаких соревнований, сиди дома. И в этот момент нужно научиться включать внутреннего адвоката, который скажет, у кого не получится, у тебя не получится, у тебя все получится. Посмотри, сколько ты тренировался, сколько времени прошло, у тебя уже есть достижения, на тебя рассчитываю, у тебя все будет хорошо. То есть выслушать эти две половинки, впечатлить с этим адвокатом, который заступается за тебя, и идти побеждать. Это очень хорошая технология, которая помогает не только в спорте, но и в других любых ситуациях. Также я бы хотела порекомендовать тем, кто уже получил травму, пройти некую реабилитацию. Есть такой хороший метод, называется по-русски ДПДД, десенсибилизация переработки движения глаз. По-английски это EMDR. Технология, которую придумала терапевт, американский терапевт Прэнсис Шапира, который очень хорошо работает по стрессовых ситуациях. Это бывает, то есть приходит человек на приём, и мы с ним прорабатываем какую-то уже существующую проблему. Он вспоминает, погружается, при этом мы используем движение глаз, разные техники, которые я подключаю, и перепросматриваем предыдущий опыт до тех пор, пока он не уходит в ноль. Иногда это не получается с первого раза, особенно если травматичный опыт, он у нас запечатлелся, мы его помним, храним в памяти. Но наша психика устроена так, она хочет освободиться от этого опыта. И так как мы не смогли переработать его сразу, он у нас закинулся в какой-то резервуар, нам ситуация в жизни, как бы, такие же аналогичные ситуации показывает. И мы в них снова попадаем, и хотим освободиться, не понимаем почему. Когда мы начинаем в этой технике ДПД исследовать вообще эту проблему, мои клиенты вспоминают нечто, что произошло гораздо раньше. То есть проблема была, допустим, в детстве, в 5 лет, в 13 лет, а он её чувствует в 25-32. И когда мы до этого корня доходим, мы можем там это перезаписать. Очень хорошие технологии. Некоторые пациенты говорят, давайте поводите рукой, чтобы у меня всё прошло. Да, если можно и так сказать, что такая технология есть, и она очень хорошо работает. Этой технологией ДПДГ я обучалась в Москве у профессора Владимира Антоновича Домарадского. А вообще это голландская технология, у них там хорошая школа. Ну и в России у нас есть хорошие специалисты, которые могут помочь справиться с разными проблемами, а также помочь в постстрессовой ситуации. Ильира, скажите, пожалуйста, немножко напоминает чуть-чуть вот некоторые техники, которые я использую при борьбе со страхами, но именно вот более глубинными, и технику экспозиции, когда мы с фобиями боремся. Вот правильно я понимаю, что эту технику мы можем ещё использовать в принципе в борьбе с любыми страхами, тревожностями, даже которые мы действительно... А ведь очень часто люди не осознают, чего они на самом деле боятся. Они думают, что они боятся одного, а если идти глубже, там на самом деле что-то вообще третье. Ну и существует так называемая вторичная выгода, благодаря которой или посредством которой мы что-то не делаем. Запрещаем себя, а там есть какая-то выгода, почему не идти, допустим, не побеждать, не зарабатывать, не создавать отношения. Мария, ну как вы считаете, мы достаточно широко осветили этот вопрос, или можно что-то ещё добавить? Я думаю, для общих рекомендаций это достаточно. Безусловно, может быть, тут понадобится какая-то индивидуальная работа, но я очень надеюсь, что у тренера получится поддержать своих деток и достигнуть высоких результатов. Смотрите ответы на наши вопросы во всех четырёх видео, которые будут посвящены спортивной психологии. С вами были я, системный семейный терапевт, гипнолог, психолог Эльвира Емельянчикова и наша гостья Мария Кирдеева. До новых встреч, друзья! Спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш канал, пишите вопросы в комментариях, мы обязательно ответим на все ваши вопросы. До новых встреч, друзья!